Всем привет, друзья, с вами Виталий Буц и регулярный новостной выпуск от NoMersi Radio, хотя нет, не так. Всем привет, вы смотрите NoMersi Radio, и с вами я, как обычно, Аталян из группы Валдвис. За поддержку нашей конторки и копеечки благодарю Ольгу Хмель, отжигавшую позавчера на инверторе. Спасибо. Нашу редакцию засыпали письмами с вопросами, что там о Outcast. Отвечаю, мужики сейчас заняты формированием гитарного тона для предстоящего альбома. Выглядит это вот так. Дмитрий Юрьевич, сообщите, пожалуйста, чем вы сегодня занимаетесь на студии? Добрый вечер. Ну, сегодня день начался, как бы, очень приятно. Я созвонился с Кукурузычем, с нашим бывшим басистом. Рассказал ему в очередной раз, что я о нем думаю, ну и, собственно, приехал на студию. И сейчас мы будем формировать наш гитарный звук для предстоящего альбома. Как вы видите, здесь четыре микрофона, в общем-то. Я не очень понимаю, какой из них какой, но выглядит очень красиво. Все, этого достаточно. А что вы передали бывшему басисту Кукурузычу? Ну, я тренируюсь в таком вербальном абьюзе, так скажем, знаете. Есть что-нибудь, находки какие-нибудь есть интересные? Последнее, что было, это... Зачем ты на меня шипишь? Перекись сероводородная. О, неплохо, неплохо. То есть, да, еще у него появился новый навес драндулет. Блин, это вообще прям... Это, я думаю, хит, да, он вполне себе подходит. Драндулет? Драндулет, да, ну да. Ну и продолжая тему Игоря Капранова, его группа Black Pirates похвалились, что выпустили дебютный полуформатник на вот таких красивых физических носителях. Дизайн и полиграфия действительно огонь. Ну и само пламя черных костров возгорится 16 мая, когда альбом появится в доступе. Презентовать будут 1 июня в Санкт-Петербурге и 24 в Москве. Я считаю, что круто, когда группа так заморачивается не только над музыкой, но и над дизайном. Сингл, название которого переводится на русский как «Прикуси свой язык» с классным рифачком во вступлении. И неожиданно спокойным куплетом вышел у американцев «Аттила». В треке классный и хорошо ложащийся на ухо припев. Хоть от «Аттилы» по старой памяти я и ждал чего-то потяжелее. И справедливости ради мясной кусочек в этом треке тоже присутствует. В целом трек получился на удивление лайтовеньким и мелодичным. В клипе девушка в косухе, чулках и со змеей. Все как мы любим. Релиз миленькой поп-панк-группе «Again the Current» из Нью-Йорка. С девочкой на вокале мне скинули ребята в наш ламповый чатик номер средио в телеге. Кстати, подписывайтесь, кто еще не там. Песня называется «Good Guy», ну и мне такое очень близко. Не потому что я good guy, хотя, наверное, это тоже. Учитывая, что я сам играю плюс-минус схожую музыку и тоже с женским вокалом, моим ушам этот релиз показался симпатичным, он свежий, поэтому для новостного выпуска подходит. Короче, мне понравилось, во мне такая музыка откликается, поэтому делюсь и с вами. Как вам? Напишите в комментарии. А еще у них смешной лысый барабанщик с усами. Трек под названием «Город грехов» вышел у играющих уже больше 20 лет и уважаемых групп металистов из группы «Безумные усилия». Гитарки качают, барики молотят, вокал Ромы, как всегда, классный. У симферопольской группы «Гречневый пистолет» вышел эпи-альбомчик под названием «На побережье». Сами парни называют свой стиль крымским панком. Бабки выходного дня, мы ждем субботу. Бабки выходного дня, оставь заботы, бабки выходного дня. Презентации нового материала пройдут в трех городах. 6 мая в Симферополе, 11 в Ялте и 27 в Севастополе. На два трека с новой пластинки выйдут клипы, случится это 3 и 5 мая. От треков, которые я слышал, прямо-таки веет подростковым поп-панком хой. Я не хочу работать, хочу бездельничать целый день, я не хочу... Экс-гитарист 5DS Алексей Велош-Федяев выпустил первый сольный альбом в рамках своей группы «Reading Between the Lines». Пластинка называется «Heaven No Heaven», и в ней органично переплелись нежность и ярость. Основная задача — напомнить настоящим людям и передать будущим поколениям ценность любви, потому что без любви человек превращается в существо, которому наплевать на окружающий его мир. Я старался завуалировать посыл, в котором самая важная суть нашего нахождения здесь, на Земле, это уважение друг к другу и своей планете. Если мы не научимся и не научим любить, то мы все проебем. Тут мне больше ничего не остается, кроме как подписаться под словами Алексея. В астальгической рубрике с отгадыванием сегодня давайте окунемся в 2000-й год, сколько вам тогда было, и времена телеканала MTV Russia. Кстати, вокалист тут уже красил ногти. Кто у нас 23 года назад себе такое позволял? Кто узнал и еще помнит таких, напишите в комментарии. Я же с вами на сегодня прощаюсь. Посмотрите, не пропустили ли вы какие-то из роликов на этом канале. Сейчас они выходят часто. Увидимся на стриме во вторник 21.00 по Москве. Обнимаю и пока. Хотя не так. С вами был Номерси Радио и его бессменный ведущий Анатолий Борисов. Спасибо, что с нами лайк-репост. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok